Вакцинация продолжается. Прививочные кабинеты работают в больницах, в бывшей взрослой поликлинике номер один, травмпункте, а также в поселке Сокол, в авиамедицине. Кроме того, вакцину можно получить в торговом центре. Доз для массовой иммунизации населения достаточно, утверждают эксперты. По плану в Магадане нужно привить 47 тысяч человек. На данный момент первую дозу вакцины получили более 13 тысяч, вторую – более 10 тысяч человек. Специалисты утверждают, что прививка необходима. «Прививка нужна для того, чтобы создать иммунную прослойку общую, для того, чтобы прекратилась циркуляция этого вируса и снизить количество возможностей заболеваний, естественно, печальных последствий от перенесенного заболевания. Будет ли это, я надеюсь, будет ли это. И мы все с вами поедем, большая часть населения за пределы области, где ситуация разная по коронавирусу. Есть регионы, где более неблагополучная ситуация, есть где более благополучная. Тем не менее, чтобы чувствовать себя защищенным, мы будем встречаться с большим количеством лиц. Естественно, надо быть иммунизированным». Прививают колымчан вакциной гам-ковид-вак, она же спутник ВИ. Во флаконе 5 доз. Эксперты напоминают, поставить нужно две прививки, поскольку только так в организме сформируются антитела. Записаться на прививку можно любым удобным способом – по телефону 122, в порядке живой очереди или через портал Госуслуг. «Вакцинацию очень удобно отслеживать на сайте Госуслуг. Там сразу, когда первая вакцинация вносится, сразу высвечивается дата второй вакцинации. Там дневник ведется, наблюдение. То есть, каждый человек может свое состояние там записать. И плюс потом можно получить сертификат. То есть, автоматически сайт Госуслуг после второй аппликации этой вакцины выдает сертификат о вакцинации проведенной. Очень удобный вариант. И также справочки о том, что вы получили вакцину, можно получать в поликлинике, где вы прививались». Кроме того, с 1 мая на Колыме пожилые люди, которые вакцинировались, смогут получить денежную выплату – тысячу рублей. Условия таковы. Гражданин старше 60 лет, который привился против COVID-19 до 1 июля. Тем, кто вакцинировался до 1 мая, нужно подать заявление на выплату через социальный центр по месту жительства. А тем, кто прививается с 1 мая до 1 июля, заявку можно оставить в пункте вакцинации.